11 тайн российского бизнеса раскрытых Forbes Рецепт экспансии Сергея Голицкого Истории дружбы Владимира Путина с Геннадием Тимченко и братьями Ротенбергами Первые явления публики миллиардеров, затворников и другие журналистские удачи Forbes за 15 лет работы журнала в России Участники рейтинга богатейших бизнесменов России по версии Forbes не любят публичность Большие деньги нередко базируются на личных связях с влиятельными чиновниками или особых моделях взаимоотношений с партнерами и клиентами Срыв покрова с таких деликатных материй может только навредить делу Однако журналистам Forbes регулярно удавалось преодолевать нежелание миллиардеров делиться секретами широкой аудитории Без расследования об истории их благосостояния читатели не начали бы доверять бренду В 15-й годовщине с момента запуска журнала в России мы решили вспомнить 11 случаев Когда настойчивость наших авторов и смелость наших героев оборачивались неожиданными открытиями и деталями Отражающими дух времени Спецпроект 15-летию Forbes России Лучшие статьи Неизвестные истории о миллиардерах Грузинский затворник Бедзина Иванишвили и секреты 90-х В октябре 2012 года Бедзина Иванишвили занял пост премьер-министра Грузии и стал первым из долларовых миллиардеров главой правительства в бывшем СССР А за 8 лет до этого, в 2004 году, молчаливый бизнесмен-затворник, состоянием в 850 миллионов долларов, впервые попал в золотую сотню богатейших бизнесменов России В марте того же года в фешенебельном парижском отеле «Джордж Пятый» он дал Форд в свое первое в жизни интервью До этого Иванишвили не только ни разу не показывался журналистом, в открытых источниках не было ни одной его фотографии Иванишвили объяснил, что переехав из Тбилиси в Москву в 80-х, был вынужден сменить грузинское имя на Бориса «Как меня только не называли! Кто бузиной, кто бензиной?» – с улыбкой вспоминал он Тогда же бизнесмен рассказал, как на деньги, которые к 1990 году заработал на строительстве теплиц и поставках кнопочных телефонов из Гонконга, был создан Банк Российский Кредит Пока один из его акционеров, 33%, Виталий Малкин, ходил на встречи семьи Бояршины с Борисом Ельцином и Анатолием Чубайсом Иванишвили незаметно занимался стратегией бизнеса Он скупал никому не нужные предприятия за десятки миллионов долларов, а продавал за миллиард Так было с акциями Красноярского алюминиевого завода, Стоиленского и Михайловского горно-обогатительных комбинатов ГОКов В 2005 году Иванишвили продал Михайловский ГОК Алишеру Усманову и Василию Анисимову за 1,65 миллиардов долларов и вошел в список миллиардеров В 2004 году бизнесмен вернулся в Грузию В 2011 он пошел в публичную политику и уже через год стал примером А еще через год оставил пост, пообещав не возвращаться к власти «Я гарантирую, что власть, которую я оставил, будет строить по-настоящему демократическую страну и никогда не станет коррупционной», заявил Иванишвили Форбс в первом после ухода из политики интервью Чемпион с Кубани Сергей Голицкий и экспансия Магнита К осени 2005 года сеть магазинов Сергея Голицкого «Магнит» охватила уже 450 российских городов и сел А сам бизнесмен с состоянием в 46 сотых миллиардов долларов попал в золотую сотню Форбс Но страна о предпринимателе, который ездил на обед в Краснодаре на красном Феррари в окружении джипов с охранниками и открывал по два магазина в день, ничего не слышала Хозяин Магнита не искал славы В компании действовал запрет на общение с прессой Но Форд все-таки удалось раскрыть секрет экспансии сети Выяснилось, что Голицкий наладил эффективную схему поставок Научился жестко разговаривать с контрагентами Безупречно выстроил логистику и подобрал лояльную мотивированную команду Типовой магазин обходился компанией в 150-200 тысяч долларов Лучшую смету на рынке на тот момент Экономили на аренде и ремонте помещений Дизайне упаковки Им занималась принадлежащая управляющая компанией фирма и доставки Поставщики сами привозили товар в распределительные центры ритейлера Позднее Магнит вырос в одного из крупнейших федеральных игроков на рынке розницы Но на тот момент сознательно не выходил в Москву Где недвижимость была слишком дорогой, а конкуренция слишком высокая Голицкий же в 2018 году продал большую часть принадлежащих ему акций родной компании И сосредоточился на развитии футбольного проекта Клуба Краснодар Набожные банкиры Братья Ананьевы и революция ЭВМ Алексей и Дмитрий Ананьевы впервые попали в Золотую сотню в 2006 году Состояние каждого тогда оценивалось в 1,1 миллиардов долларов О том, как двухметровые набожные братья стали миллиардерами Не участвуя в приватизации 90-х Форд с первым рассказал материали, идущие вместе С другими героями журнала Ананьевы Роднило то, что первый капитал они заработали на торговле компьютерами Но в отличие от коллег по рейтингу На компьютерах они заработали и все остальное В конце 1980-х Ананьев Старший предложил заменить громоздкие ЭВМ На советских предприятиях на БУ-технику IBM Покупатели нашли сразу же Среди них были АК имени Илюшина, Автоваз и другие компании Позднее пул клиентов пополнился МТС, Вымпелкомом, Мегафоном, Газпромом, РАУ-ЕС и госорганами В 1995 году Ананьевы также занялись банковским бизнесом И Промсвязбанк ПСБ стремительно рос все следующие десятилетия В 2006 году 15,3% ПСБ приобрел немецкий коммерцбанк Бизнес пережил два кризиса Но в 2017 году угодил под санкцию Центробанка Потеряв банк, братья разделили оставшиеся активы В 2018 году состояние каждого из них Форбс оценил 700 миллионов долларов Друг номер один Геннадий Тимченко и спортивный интерес Ровесник и друг Владимира Путина Геннадий Тимченко Стал миллионером еще в 90-е годы В 2008 году состоянием 2,5 миллиардов долларов Он впервые вошел в рейтинг Форбс Но вживую его видел очень узкий круг людей Осенью 2012 года таинственный миллиардер Дал первое большое интервью для российского издания «Мне захотелось, чтобы вы просто посмотрели мне в глаза И, возможно, что-то поняли про меня» Объяснил он Форбс в маленькой переговорной На 41-м этаже Московского бизнес-центра Тимченко рассказал, что периодически встречается с Путиным Но обсуждает с ним не бизнес, а спорт Он опроверг утверждение, что восхождение его компании «Гунвор» связано с приходом Путина к власти В 2000-е на компанию приходила значительная часть экспорта Роснефти Получившие добывающие активы ЮКОСа И треть всего российского морского нефтеэкспорта И напомнил, что еще в 2000-м был 28-м в списке Крупнейших финских налогоплательщиков Миллиардер оценил своих деловых партнеров В том числе главу «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова Работать с Богдановым очень непросто Он среди ночи мог позвонить Начал спрашивать про цистерны Прокомментировал конфликт с будущим главой Роснефти Игорем Сечиной Эти слухи сильно преувеличены И рассказал о том, как стал партнером Леонида Михельсона По новотеку Поговорили, посмотрели друг другу в глаза При этом Тимченко не вспомнил, как заработал первый миллион Когда у тебя 500 тысяч долларов или 1 миллион долларов Это уже не принципиально Первый после Ротенберга Зияд Монасир и полезные связи Выходец из Иордании Зияд Монасир Попал в золотую сотню в 2009 Когда Форбс оценил его состояние в 500 миллионов долларов В марте того же года журнал выяснил Как смог бы подтянутый арабы в дорогом костюме Стал одним из королей госзаказных в России Его стройгазконсалтинг с оборотом в 6 миллиардов долларов На тот момент был крупнейшим подрядчиком Газпрома В России у меня друзей и знакомых больше, чем и Ордании жителей Шутил Монасир в интервью Среди друзей бизнесмена выделял Виктор Поляничко Бывший первый секретарь Оренбургского обкома КПСС И хороший знакомый курировавшего в Газпром 90-х Виктора Черномырдина Когда в 2001 году команду ставленников Черномырдина Оттеснили от руководства монополией И у ее руля стали люди, близкие к Владимиру Путину У стройгазконсалтинг появился еще один совладелец Ольга Григорьева, которую Монасир называл дочерью друга Этим другом оказался тогдашний заместитель директора ФСБ Генерал Александр Григорьевич Свидетель на свадьбе Путина В 2009 году на долю заказов Газпрома приходилось 65% оборота стройгазконсалтинга До 2013 года Монасир занимал вторую строчку в рейтинге королей госзаказа Выше и тоже благодаря Газпрому был только основной владелец стройгазмонтажа Аркадий Ротенберг Еще один близкий друг президента Однако осенью 2013 года отношения стройгазконсалтинга с Газпромом обострились После того, как Монасир пожаловался Игорю Сечину Тогда главе комиссии по ТЭКу Что монополия задерживает выплаты и не дает новых подрядов В 2015 году Монасир продал стройгазконсалтинг Газпромбанку и фонду UCP И перебрался в Лондон Правильная секция Братья Ротенберги и преимущества дзюдо Братья Аркадий и Борис Ротенберг попали в рейтинг Форб в 2010 году с совокупным состоянием 1,6 миллиардов долларов За несколько месяцев до этого Форбс выяснил Могут ли спортивные успехи приносить выгоду Да, если заниматься спортом вместе с Владимиром Путиным Резюмировал журнал материале За что боролись братья Ротенберги В 1964 году в Ленинграде начала работать секция по самбо В которую записался 12-летний Аркадий Ротенберг Через полгода туда же пришел мальчик Володя Путин Потом тренировки стал посещать и Боря Ротенберг В 1972 году секция переориентировалась до морошенного самбо на японское дзюдо Позднее Путин отучился на юрфаке Ленинградского университета Пошел в органы и уехал в ГДР А Ротенберги после окончания Института физической культуры Устроились работать детским тренером Аркадий И инструктором в школе милиции Борис Но пути друзей детства не разошлись В 1998 году Аркадий Ротенберг стал гендиректором А глава ФСБ Путин президентом профессионального клуба дзюдо Явара Нева После избрания в 2000 году Путина президентом России Раздвинулись и горизонты возможностей Ротенбергов Братья стали партнерами Газпрома В 2008 году компании, к которым имели отношения Ротенберги Перепродали труп на 980 миллионов долларов В мае того года Газпром за 8,4 миллиарда рублей продал контроль в пяти подрядных организациях Кипровским офшором Владельцем которых был Аркадий Ротенберг Так появился стройгазмонтаж Который с лета 2008 года выиграл 4 крупных подряда на главных стройках монополии Сегодня стройгазмонтаж заканчивает строительство Крымского моста через Керчевский пролив Теневой партнер Ильгам Рагимов и восхождение девелоперов Выпускник Ленинградского университета Ильгам Рагимов Вошел в рейтинг богатейших бизнесменов в 2014 году О том, что однокурсник Владимира Путина Партнер в небольшом юридическом бюро в Баку И член совета директоров небольшого банка Является совладельцем нескольких московских торговых центров И роскошных гостиниц Форбса обшил в конце 2012 года После учебы в ЛГУ на одном курсе с будущим президентом России Рагимов вернулся в Баку И стал уважаемым юристом А в 1999 году после назначения Путина премьер-министром Формально вошел в бизнес года Ниссанова Из-за Раха и Ильиева Бизнес стал стремительно расти Львиной долей успеха выходцы из Азербайджана были обязаны своей предприимчивости Но нельзя было не отметить их редкую для российского бизнеса неуязвимость Бизнесмен из окружения Рагимова тогда рассказал Форбс Что тот и является совладельцем торгового центра Европейский Который стоил более 1 миллиардов долларов И крупнейшего в России оптового рынка садовод Также у юриста обнаружилась доля в отеле «Радисон Роял» Украина Пусть и ниже 10% Арендный доход от объектов Ниссанова, Ильиева и Рагимова По подсчетам Форбс в 2012 году превышал 780 миллионов долларов в год Стоимость миноритарных пакетов однокурсника Путина тянула на 500 миллионов долларов Непубличный банкир Андрей Акимов и ни слова осеченные Председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов Непубличный человек При этом в 2010-м он вырастил некогда небольшой кептивный банк «Газпрома» В крупный финансово-промышленный холдинг И превратился в одну из самых влиятельных фигур российской экономики В 2015-м году Акимов сделал исключение для Форбс Согласившись на интервью Выяснилось, что корнями он не из золотой молодежи в СССР Но уже в 34 года возглавил австрийский Донау-банк Став самым молодым руководителем советского загранбанка В 1990-м году Акимов отказался от работы во внешторбанке Зарегистрировал в Швейцарии Investment Management and Advisory Group ИМАГ За 10 лет работы ИМАГи на рынке финансовых консультаций У компании появились проекты в Санкт-Петербурге Так Акимов познакомился с Владимиром Путиным И руководителем его аппарата Игорем Сечиным Сам факт знакомства и детали общения с ними банкир обсуждать категорически отказался В 2002 году неожиданно для всех он возглавил Газпромбанк Куда наряду с Роснефтью подтянули структуры Геннадия Тимченко А также крупные металлургические и нефтяные компании В том числе Норникель, ТНК, Сургутнефтегаз, РЖД, Росатом При новом председателе правления Газпрома Алексеем Миллери Газпромбанк начал разрабатывать инвестиционные идеи для монополии И играть самостоятельную роль Самый яркий пример – кризис вокруг Мичелла После того, как в сентябре 2014 года Мичелл допустил дефолт по кредитам трех банков Сбербанк и ВТБ обратились в суд А Акимов позвонил премьер-министру Медведеву Заверив, что знает, как сохранить целостность металлургической компании Бывают случаи, когда не нужно смотреть – частная компания или государственная А просто проявить государственный подход и помочь крупному промышленному предприятию Рассказал Акимов Форд Заменитель Сбербанка Евгений Двозкин и Крымские реалии В марте 2014 года Крым вошел в состав России В январе 2016 года Форд рассказал о человеке, который наладил банковский бизнес на полуострове После того, как все украинские банки ушли из Крыма А российские дочки Сбербанка и ВТБ свернули работу из-за угрозы санкций Смельчаком оказался родившийся в Одессе московский финансист Евгений Двозкин Который за несколько месяцев превратил заурядный генбанк в опорный банк крымских властей До крымской истории Двозкин не владел банками Но, как уверял бывший сотрудник банковской группы МВД Фигурировал в делах теневых финансистов-обнальщиков Которые получали контроль над десятками банков через менеджмент Или покупку акций на подставные структуры Источник, близкий к Центробанку, вспоминал Что в 2004 по 2007 года комитет банковского надзора регулярно обсуждал банки, связанные с Двозкин Банковская группа МВД в течение двух лет собирала информацию о рынке Абнала и Двозкине Но реальных доказательств его участия в незаконных схемах не нашла В марте 2014 года, уже после референдума о присоединении Крыма к России, Двозкин приехал в Севастополь 4 апреля там открылось первое отделение Генбанка В которое сразу выстроилась очередь из 896 человек Предпринимателям нужно было вести коммерческую деятельность Чемодан с деньгами за товары на Украину не повезешь Рассказывал Фордс финансист В августе 2015 года Крым и Севастополь безвозмездно получили по 25% акций Генбанка Его акционером стал и Двозкин Его пакет 7,2% В начало 2016 года на полуострове у банка было около 170 отделений и примерно 600 банкоматов Наместник Рустеха Виталий Машицкий и война за минералы Родившийся в Иркутске Виталий Машицкий сколотил капитал в 90-х на операциях с лесами нефтью В 2015 году он вошел в рейтинг Фордс С состоянием 650 миллионов долларов О том, как за два года до этого Машицкий стал помогать Рустеху Осваивать добычу минералов И почему глава госкорпорации Сергей Чемезов называл предпринимателя Эффективным партнером Фордс первым рассказал в мае 2016 года Четырьмя годами ранее влиятельный госменеджер докладывал Владимиру Путину Об итогах проведенной в Бурятии операции по предотвращению хищнической добычи нефрита С его последующей контрабандой в Китае В рейде на место рождения минерала участвовали три десятка вооруженных людей и два вертолета Налаживала эффективное производство после зачистки руководства Ростеха и доверила Машицкому Уже в 2013 году в Улан-Удэ открылась фабрика по переработке нефрита Которую она получила за Байкальского горно-рудного предприятия ЗГРП Машицкий, председатель совета директоров ЗГРП, лично инспектировал предприятие В 2015 году он возглавил совет директоров Калининградского янтарного комбината Который годом ранее был передан Ростеху Меня позвал Сергей Чемезов, мы знакомы и дружим с детства Рассказал Машицкий Форбусу Тогда он отметил, что перед ним поставлена тяжелая, но решаемая задача И пообещал, через пару лет вы не узнаете ни комбинат, ни отрасль Ели глухаря Владимир Якунин из заря эпохи фейк-ньюс 19 июня 2013 года 2006 информагентство сообщили об увольнении главы РЖД Владимира Якунина И назначение на пост его первого зама Александра Мишарина Новость вызвала переполох Мишарин, которого назначение настигло в Сапсане По дороге на Петербургский экономический форум Тут же чуть не выпрыгнул в окно Рассказал Форцу источник в окружении Якунина Сам Якунин, считавшийся одной из ключевых фигур команды Владимира Путина Сохранил хладнокровие По телефону он рассказал Форцу, что отставка застала его на встрече президента России с бизнесменами и аппетит не испортила Мы сидели и ели глухаря, уточнил Якунин Глава государства, по его версии, отнесся к происходящему как к шутке В 20.30 того же дня пресс-секретарь главы РЖД Александр Перков опроверг сообщение об отставке, объяснив его фейковой рассылкой В 21.10 в истории была поставлена точка Сначала РИА новости, а потом Интерфакс аннулировали новости о смене главы РЖД Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова пояснила Форбсу Что новость, которую перепечатали агентства, была фейковой Содержала грамматические ошибки и пришла с просто похожего адреса Мы, конечно, подключили ФСБ и ФСО, чтобы разобраться с этой ситуацией Пообещала чиновница Сам Якунин, занимавший пост главы РЖД с 2005 года, счел произошедшее с планированной акции По его компрометации пообещал не реагировать на надписи на заборе Он заверял, что не ожидает повторения курьеза В одну воронку снаряд важен не попадает Однако спустя два года, в 2015 году, Медведев все же уволил Якунина Его преемником на посту стал Олег Белозеров